всем привет сегодня покажу вам немножко о том как можно покажу мы покажу немножко работы и занимаюсь реставрации сумочки кожаные хорошая сумочка с хорошей кожи сделать нужно замену подкладом сумочка круглая форма у нее небольшие стеночки боковые вот здесь есть что такое у нас будет крой и основа то есть полукруг но сужение вот здесь к местам к этим я выпорвала подклад подклад совсем истребался что нам нужно отсюда какую информацию снять нам нужно снять размеры имелом уже написано ширину я самое широкое место вымеряло значит высоту и вот этот вверх видите цифры разные здесь уже здесь по ширине 31 ну и вот так высоту он 30 подклад сделан без боковой стеночки просто сшит плоско и у него был карман внутренний молния тоже здесь уже такая мы ее оставляем в старом месте вставлять будем новую что берем отсюда берем все бирочки всякие вкусняшки и няшки причем задача здесь не только поменять подклад поменять молнии но и поставить внутренний дополнительный отдел такой внутренний карман сейчас немножечко поподробнее расскажу значит что мы отсюда взяли 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 я уже сделала замочек замочек будет расстегиваться я одной рукой как всегда неудобно мне внутренняя сторона будет такая значит подклад не совсем удобно и не совсем удачно и я бы сказал ткань тоже выбор мне такой уже при принесли вот что мы оставляем вот эту бирочку на инвест и внутреннюю бирочку на инвест оставляем ее нужно не забыть будет пшить для того чтобы этот подклад немножко был все-таки поплотнее я его укрепила флизелином обратной стороны значит все кусочки какие у меня есть я обычно всякие такие ошметки тоже сюда доставляю из того чтобы выбрасывать в общем лишь лишним не будет такие места где но не принципиально допустим на кармане здесь видите другая на совершенно от пальто остались кусочки примере это все в работу пуска вот здесь уже отмечено вот эти вот правильно заужение и вот эти места значит я буду делать не круглыми а скорее всего сделаю вот такие угловые как они называются ну когда все сошьется будет такой знаете угловой в общем вот такая вот расширялка уголочка сшивается потом за счет него получается объем тут интересная задача в этой сумочке сделать внутренние дополнительный карман дополнительное отделение я его уже тоже сделала наполовину что здесь почему здесь важно дело в том что вот этот сам карман вот он внутри сумки будут находиться у него два лица да у него лицо и с этой стороны у него лицо должно быть и там внутри поэтому вот эти стеночки вы делаются из двух одинаковых то есть лицок литку как изнанка к изнанку здесь получается и тут лицо и там лицо вот берется общем если попросту так не говоря о размерах берем правильного нужного размера прямоугольники здесь почти похоже на квадрат и сначала вшиваем молнию отмечая места места вшивания отмечая да здесь где-то у меня вот уже не сохранилась что же под кожей вот сначала в общем с обратной стороны видно будет лучше как мы вшиваем молнию то есть просто все швы у нас внутри остаются как бы как бы подвернута туда потом это место значит здесь фиксируем заглаживаем но с лица с лица еще это место мы делаем две полоски кожаных и просто вот так обстрачиваем места там где будет замок чтобы он дальше не разъезжался значит дополнительные кожаные вставочки вставляем и в общем вот такими полосочками окантовая сложенном виде ну будем четко вымерять вот эти вот изгибы дело в том что смотрите как это все будет выглядеть значит это у нас одна деталь когда представляем что мы находимся внутри сумки вот эта деталька внутренняя она будет располагаться чуть ниже вот это место завернется еще у нас сюда вошьется новый замок то есть сам вход в сумку вот это место здесь будет шить замок этот новый и нам нужно так посадить вот эту вот внутреннюю внутреннюю этот карман чтобы он ну как бы сказать во первых дополняет добавляется ведь и лишний объем его надо как-то так усадить во вторых нужно самое главное вот эти бока зафиксировать то есть когда я вот так этот сэндвич весь соберу вот я буду по линиям вот так четко значит здесь будет фигурный шов вот так 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 скорее всего а вот здесь может быть я закруглю а может быть я сделаю прямой шов и потом просто вот этот косой уголок сделаю и за счет косого уголка он вот так у меня с боков разойдет сейчас ничего дальше не могу сказать о том как это размеры высчитать это все в процессе буду методом проб и ошибок значит делать заметывать попытаться вставлять но я примерно уже попробовала вот этот один слой без внутреннего кармана собрать сметать и вложить туда и посмотрела значит сколько у меня лишнего остается сантиметр там или два то есть вот такую работу проделала сначала первую и потом уже когда мне понятно что у нас какой запас есть боков и снизу потом уже я буду вот эту вот основную работу проделывать вот этот вот это отделение значит находить ему место она будет ниже входа понятно да то есть сумка всегда отделением потому ты немножко ниже если его на одном уровне размещу у меня будет вот здесь сверху неимоверная толщина самого замок замок еще один замок так делать нельзя поэтому определенные такой вниз мы немножко съезжать будем и потом вот это донышко в общем я одной линии буду фиксировать все вот эти четыре слоя в общем вот такая короткая пробежка это не мастер-класс это просто если вдруг у вас есть такое желание дома поиграться со старой сумкой можете попробовать это старый замок он просто уже себя изжил уже не работает отсюда я может быть возьму а может ничего не может колечко может вот эту фишечку оставлю посмотрим но все остальное в принципе переделывается все напоминаю что внутри должно быть лицо и лицо ну и подклад конечно лучше лучше не шубный вот такой брать а тот который ну либо какой-то сатин найти либо более качественный более плотный сумочный все если хотите попробуйте сами в общем не очень сложно но немножко придется повозиться вот с тем как найти правильную правильное углубление вот сюда покажу внутреннее состояние не состояние внутренней крои сумочки чтобы понимали о чем что речь видите есть окантовка а есть вот этот вот обтачка и замок будет цепляться вот сюда то есть не кверху а вот сюда и сборка всего этого вот этого всего кармана она будет надо быть потом одной одним швом и замок и вот это все наполнение сделать все такая вот сегодня работа я сегодня занимаюсь делом если у кого-то есть что-то подобное кто хочет попробовать попробуйте потом напишите что-нибудь интересное всем пока пока